Война у нас Это не просто война У нас идет война между нашим восточным соседом Россией не хочется называть Московией и Украиной Это событие, в которое вовлечены десятки стран Десятки стран И оно может перерасти в какие-то другие формы И вот это переживание Именно вот этого последнего времени Они подвинули меня снова Перечитать откровения И тоже поразмышлять над этим Мы община и мы находимся в это время Но оно реально последнее Это мы понимаем Я не буду объяснять почему Какие признаки и так далее Но тем не менее Вот это ощущение последнего времени Они меня и подвигли размышлять на эту тему Вот И в книге откровения В ней говорится о событиях Которые большинство богословов Там разные есть отношения Считают, которые будут происходить Ну, лично я уверен в этом Там говорится о событиях, которые будут происходить Вот А некоторые считают, что уже Что-то уже и начало происходить Вот Но опять же, сегодня мы не об этом Вот Но в откровении говорится о тех судах Божьих Которые придут на эту безбожную землю Потому что люди и народы Они что делают? Они просто попирают Божьи законы Они плюют в небо Вот Они творят себе и золотых тельцов И башни до неба Значит И творят беззаконие Вот И, конечно, на это готовятся Божьи На это готовятся Божьи суды Там в откровении говорится о войнах О военных слухах О голоде Вот О изменении природных явлений О землетрясениях Вот И, как вы видите, многое Оно уже происходит Но Друзья Но Вот Хотя основная тема Как бы вот это вот все Те серьезные вещи, которые Грядут Вот смотрите В самом начале В самом начале Там говорится о другом В самом начале Три главы Они посвящены тому Что Ешоа Тот, кто создал Свою общину Мешпаху Церковь Да Он Обращается Он обращается К церквам Он обращается К своему телу Вот И это Как бы акцентирует Наше внимание Не на том, что будет Понимаете, о чем я? Да А на том, что он говорит Церквам Потому что То есть Как бы вот эти Вот эти вот акцент Его первоначальное Обращение к церкви Оно говорит Друзья Вот то, что будет Это Оно будет Но главное Это Я и вы Да Моя община Вот И я хочу с вами Я хочу с вами поговорить Я хочу Сказать вам нечто важное И вот Давайте мы Посмотрим Что еще Хочет Сказать Важного Нам Я пройдусь По всем церквам Я не буду Ну по всем церквам Он к семи церквам Обращается Да Вот Но Как бы коротко Вот И потом акцентируюсь На том, что я считаю Именно о чем Ну заострить внимание Нам надо Итак Давайте окунемся В атмосферу Книги Откровения Откровения Первая глава Девятая Шестнадцатая Стихи Сейчас наверное Нам покажут Я Иоанн Брат ваш Соучастник В скорби И в царстве И в терпении Иисуса Христа Был на острове Называемом Патмос За слово Божие И за свидетельство Иисуса Христа Я был в духе В день воскресный И слышал После себя Громкий голос Как бы трубный Который говорил Я из Альфа и Омега Первый и последний То что видишь Напиши в книгу И пошли церквам Находящимся в Асии В Ефес В Смирну В Пергам В Феатиру В Сардис В Филадельфию И в Лаодикию Я обратился Ну то есть Иоанн Я обратился Чтобы увидеть Чей голос Говоривший со мною И обратившись Увидел Семь золотых светильников И посреди Семи светильников Подобно Сыну человеческому Облеченного В Падир И по персям Опоясанного Золотым поясом Глава Его волосы Были белы Как белая волна Как снег И очи его Как пламень огненный И ноги его подобны Халку Ливану Как раскаленной пищи Голос его Как шум Вод многих Он держал в деснице Свои семь звезд И из уст его Выходил острый С обеих сторон меч И лице его Как солнце Сияющее В силе своей О Ну согласитесь Для Иоанна Который Ну Любимый ученик Ешо Да И мы знаем Что он Свою голову Кладывал ему на грудь И он его увидел Как человека Ну он Его очень сильно Впечатлило Это все Он увидел Ешо Он понял Что это Ешо Да Но он Он увидел Его таким Вот что Его просто Он не вынесло И написано Он упал Как бездыханный Да То есть Его настолько Это впечатлило К ногам К ногам Спасителя Ешо Поднял его И сказал Ну Как он любит Говорить всем Нам Что он нам любит Говорить Не бойся Это 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 Любимое Выражение Ешо Который Который Очень часто К нам Обращается Не бойся Ну вот Да Есть война Да Там может быть У тебя там Со здоровьем Что-то Да Еще что-то У тебя Тебя беспокоит Ну что Не бойся Я с тобою Я рядом Вот Это всегда Должно Нас Утешать Вот Короче Иоанн поднялся И Ешо Ему говорит Напиши Что видел И передай Церквам Которым я скажу И дальше И дальше Дает Краткие Послания И его Послания Церквам Они говорят О том Что он Очень внимательен К жизни Своей Мишпахи Своей Общины Спельноты Ангел Ну я Я так Понимаю Ну это Церковь Так Вот Давайте Так Чтобы Легче Представить У него 7 Звезд Это Как бы 7 Душ Наши То что Мы Есть В руке То есть Он Ходит Среди Церквей И держит Их И держит В их Своей Руке И говорит Им И мы Понимаем Что он Очень Внимательный К тому Что у нас Происходит Вот И Его Слова Каждой Церкви Начинаются С Одного Знаю Дела Твои Друзья Он все Знает Он все Знает Он знает Кто трудится Он знает Кто не Трудится Он знает Кто Грешит Кто не Грешит Да Он знает Кому Нужна Помощь Он Все Знает Про Свою Общину В том Числе И про Орхомаше Конечно Он тоже Все Знает Вот Значит Он говорит Знаю Дела Твои И он Говорит Им Добрые Слова Даже Если Он Дальше Он Обратите Внимание Даже Если Он Дальше Говорит Нечто Суровые Вещи Да Но Вначале Он Говорит Добрые Слова Это Тоже Для Нас Пример Не Просто Знаете Подойти Друг Друг И Сказать Брат Обличаю Тебя Все Крест Если Не Покаешься То Сам Понимаешь Нет Понимаете Вот Есть В этом Тоже Сердце Нашего Господа Говорит Знаю Дела Твои Вот И Он Говорит Вы Много Трудитесь Вы Много Трудитесь Вы Терпите Лишения Переносите Страдания Делаете Много Добра Для Детей Да Но Что-то Но Все равно Что-то Как будто В некоторых Церках Что-то Происходит Что-то Может Потеряться Например Ефетская Церковь Она Потеряла Свою Первую Любовь Он Говорит Знаю Много Трудиться Я Там Не Перечисляю Вот Ну Говорит Ты Потеряла Свою Первую Любовь Может Быть Господу Может Быть Внутри Общины Там Как бы Трудно Понятно Но И то Другое Очень Важно И Любовь Господу И Любовь Между Братьями И Сестрами Любовь Христа Она Тоже И Вот Это И Вот Это Потеряно И Это Беспокоит Нашего Господа И Он Говорит Вспомни Откуда В трудном Окружении Там Где Как Ешо Говорит Престол Сатаны Что Такой Престол Сатаны Там Очень Тяжелая Духовная Атмосфера Друзья Если Вы Думаете Что Тяжелая Духовная Атмосфера Это Только Пергам Вы Ошибаетесь Я Был С Братом Василием С Пастором Василием Который Служил И Служит Этому Населенному Пункту Сейчас Просто Не буду Акцентировался На нем Но Там Очень Тяжелая Духовная Атмосфера Там Церкви Знаете Там Просто Медные Небеса Я Например Для себя Сделал Вывод Друзья Там Погибло Не просто Погибло Было Убито Очень Много Евреев И На Том Месте Где Они Были Расстреляны На Кирпичном Заводе Там Сейчас Свалка Представьте На Месте Где Кровь Вопиет Господу И для меня Это Как говорится Повод Для молитвы Потому что Это неправильно Это неправильно Когда Вот это Происходит На земле Живых Когда Память Погибших Она Нещится И На месте Где должен быть Какой-то Мемориал Должно быть Чисто Там Просто Свалка И там Очень Тяжелая Духовная Атмосфера Поэтому Это не просто Выражение Вот Такое Вот Ты Говоришь Живешь В Очень Трудном Окружении Там Где Престол Сатаны Ну Ты Говорит Не отреклась От веры То есть Эта церковь Она Не отреклась От веры Но Среди них Есть Все-таки Держащиеся Еретические Учения Ну Я Опять же Глубоко Не анализирую Которые Ведут Компромиссом С миром Ну Они Идят Идоложертвование Это Намек На то Что Люди Они Имеют Компромисс С миром Меня Хорошо Слышно Недалеко Хорошо Слышно Да И Снова Ешуа Говорит Покайся А не то Скоро Придут К тебе Имея Свиду Церковь И стразуть С ними Мечом Уст Моих То есть Словом И Сардийской Церкви Ешуа Говорит А ангелу Сардийской Церкви Напиши Так Говорит Имеющий Семь Духов Божий Семь Звезд То есть Кто Понимает О чем Он Говорит Тот Кто Внимателен К делам Своей Мешпахи Своей Спельноты Знаю Дела Твои Ты Носишь Имя Будто Жив Но Ты Мертв Оу Согласитесь Да Вот Если Пастор Или Мы Кто-то Придет И скажет Друзья Вы Думаете Что Вы Живы А Вы Мертвы Это Очень Ну Как Очень Не то Волнительно Это Вообще Просто Это Ужасно Услышать Такое Вот Но все Таки Он Не Говорит Там Все Я Ставлю На Тебе Крест Там И так Дальше Нет Вот Смотрите Бодствуй И утверждай Прочее Близкое К смерти Но Здесь Вообще Непонятно Что Но Если В другой Перед Посмотреть Например Стерна Там Бодствуй И то Что У тебя Осталось Подними Хорошего Имеется Но Ты Сделай С ним Что То Чтобы Оно Ожило Вот То 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 Опять же Ешо Он Дает Возможность Он Дает Очередной Может Быть Уже Седьмой Десятый Шанс Для Этой Общины И для Каждого Кто Является Членом Этой Общины Все Таки Вернуться К прежним Делам Вспомни Что Ты Принял И Слышал И Храни И Покайся А не Будешь Бодрствовать Я Найду На Тебя Как Тать И Ты Не Узнаешь Который Час Найду На Тебя О Так Знаете И Ангелу Ладикийской Церкви Напиши Так Говорит Аминь Свидетель Верный Истинный Начало Создания Божьего Знаю Дела Знаю Твои Дела Ты Не Холоден Не Горяч Ну Час Час Не Легче Друзья Ну Это Ешо Он Говорит Церквам И Я думаю Не Только Церквам Он Говорит Каждому Из Нас Давайте Мы Не Будем Думать Отвлеченно Знаете Ну Это Ладикийская Церковь Которая Там Была Две Тысячи Лет Назад Это Ее Касается Меня Это Не Касается Для Нас Сейчас Время Которое Мы Называем Последним Время Суду С Дома Божьего Вы Знаете Об Этому Что Если Бог Будет Судить Мир То Он Начнет С Дома Божьего Для Нас Это Время Задуматься Не Столько Над Ладикийской Общиной Сколько Задуматься Над Собой Над Каждым Из Нас Чтобы Ешо Придя Он Не Сказал Да Знаю Тебя Да В курсе Ты Молился Вот Есть У меня Перечень Молитв Я Все формально Все в твоей жизни формально Отношения со мной формально В общину ходишь формально Там Ничего не делаешь Не служишь Там Ну Тебя Вот Просто соблюдаешь Какую-то религиозную Оболочку Да Вот Но все равно Наш Наш Господь Он говорит Кого люблю Тех обличаю Наказываю Накажет Друзья Он 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 может Наказать Для чего Для пользы Чтобы Чтобы в последствии Был что Ну Хороший плод Праведности Так что Думаем Да Кто жив Кажется Что жив Но мертв Кто Не холоден Не горяч Он говорит Будь горячим И ангелу Феотирской церкви Напиши Так говорит Сын Божий У которого Отче Как пламенный Как пламень огненный Знаю дела твои И любовь И служение И веру И терпение Твое Что до последнего дня Твои Твои дела До последнего Что последние Дела твои Больше первые Но имея Немного против тебя Так Это я не сказал Откровение 2 18-23 Говорит У вас У вас в церкви У вас Завелась Типа пророчица Да Вот И она склоняет Людей Тоже Она тоже Людей Склоняет Компромиссу Мы Не анализируем В чем В чем В чем Ее Как бы Учение Да Это Иезавели Вот Но она Людей Склоняет К Неким Компромиссам С миром Вот она говорит Ну вы же знаете Уже другое время Настало Да Вы же знаете Что Бог есть любовь Значит И все Теперь давайте Мы все по другому Будем Там Мальчики с мальчиками Ну я так утрирую Конечно Но суть Именно в этом Да Вот Теперь Друзья Вы же знаете Что Есть церкви Которые Благословляют Эти браки И так далее И вы знаете Что у нас В Украине Вот мы на последнем Молитвенном Собрании Мы молились Именно против Тех законов Которые Продвигаются А они продвигаются В этом направлении Понимаете Вот То есть Враг он не спит Он двигает И у нас хочет Поэтому Будьте бдительны Вот И На молодежь Она подскажет Да Когда Когда выйдет Этот Это предложение Чтобы мы могли Проголосовать Против На Ну Когда будет петиция А естественно Она будет Против Против этих законов Что мы должны дать бой Вот И Здесь говорится о том Что Не просто о церкви Понимаете Говорится о том Вот смотрите В общем Это Иезовель Называющая Прочицы Вот Она учит И вводит Заблуждение Рабов моих Любодействовать И есть Идоложертвенно Я дал ей время Покаяться То есть Это конкретный Человек Но она Не покаялась Вот Я подвергаю Ее на Одр И любодящих С нею Великую Скорбь Если не Покаяться В делах Своих И детей Ну Верующих Которые Идут за ней Поражу Смертью И уразумею Все церкви Что я есм Испытующие Сердца И внутренности И воздам Каждому Из вас По делам Вашим Каждому Друзья Не просто Церковь Там Какая-то Церковь Не-не-не Бог Видит Каждого Из нас Каждого Я об этом Напоминаю И вам И себе Что мы Живем В то время Когда Иешуа Ходит Среди Светильников Когда Он держит Семь Ангелов Семь Звезд В своей руке Он держит Он рассматривает Любовь на нас Он говорит Да мне что-то нравится Что-то не нравится Но у вас Еще есть время У вас Еще есть время Еще не поздно Да коли Есть время Еще не поздно Друзья Понимаете Еще есть время Задуматься Еще есть время Проанализировать Свою жизнь Вот Все Еще есть время И мы видим Что Пять церквей Вот мы рассмотрели Пять из семи Значит В той или иной степени Огорчает его Ну Одна утратила Первую любовь Да Вторая Не холодная Не горячая Третья вообще Мертвая Ее реанимировать надо Две Две допускают Ереси И Я так думаю Что это Не просто Те церкви Которые Были там Это Как бы Вселенская Тенденция Да Которая дошла До наших Времен Вот И это тоже Свойственно В той или иной степени Церквам Которая есть Диангемеду Конфессии Динаминации Их же множество Да Вот И людям Которые находятся Внутри Этих церквей Значит Внутри этих общин Бог Он очень Внимателен Ишо Он очень Внимательно Рассматривает Рассматривает Нас И мы можем Сделать несколько Промежуточных Выводов О том О том Что мы Слышали Итак Ишо Внимателен К тому Чем живут Общины И отдельные Верующие В это время Он видит Все доброе И негатив В жизни Верующих И каждому Явлению Дает соответствующую Оценку Он дает Оценку И он требует Покаяния И исправления Внутреннего Состояния Теплоты Мертвости И компромисса С грехом И грешным Миром Ну Он выглядит Наверное Как господин Из его же Притчи Которые раздал Слугам Таланты Приказал Их Примножить А затем Пришел И требует Отчета О сделанном Ну Сегодня В оставшееся Время Я хочу Говорить О двух Общинах Которым У Ишо Нет претензий Такие тоже Есть Знаете Я так посчитал Семь церквей Значит Из них Две Это 28% Почти 30% Поэтому Когда говорят Что церковь Мертвая Там знаете Такая Не-не-не Друзья Вот Мы все-таки Видим Минимум 30% Церквей Они живые Вот И Ишо Ну Сказал В целом Не имеет Не имеет К ним Претензий Вот смотрите И давайте Посмотрим Что он Говорит Этим Церквям Вот в чем Как бы Суть Что ему Нравится Да Вот что Самое Главное И Ангелу Филадельфийской Церкви Напиши Так Говорит Святый Истинный Имеющий Ключ Давидова Это Откровение 3 7 11 Откровение 3 7 11 Я немножко Перебегаю Знаю Твои дела Ты Немного Имеешь Силы И сохранил Слово Мое И не Отрекся Имени Моего О Смотрите Вот кажется Что По идее Ну Как бы Знаю Дела Твои И Здесь Ишо Должен Сказать Ну Чисто По-человечески Так вот Если мы Мыслим Он Как бы Может Не то что Должен Может Сказать Знаю Дела Твои Сколько Людей Ты Донес Весть О Евангелии Сколько Людей Ты Накормил Сколько Больных Ты Посетил Сколько Добрых Дел Ты Сделал Вот Как бы Вот это Вот Вот это Важно Ну Кажется Чисто По-человечески Потому что Мы же Оцениваем По внешним Этим Делам И мы Когда видим Добрые дела И свои И других Мы понимаем Это прославляет Бога Это все Классно Но еще Он обращает Вот смотрите На что он обращает Он говорит Ты немного Имеешь сил Это кстати Это то что Наши пастора Часто на молитве Говорят Я помню Татьяна Михайловна Мы Говорят Мы Ну Мы Не сильны Мы сильны Твоею силу Мы постоянно Об этом Говорим То есть Мы Мы не самые Сильные Вот Смотри Сохранил Слово мое И не отрекся Имени Моего Вот оно Вот Вот это вот Суть Последнего Времени Друзья Сохранить Слово И не отректись От его имени Ну скажем так Не столько не отректись Потому что сейчас Нас никто не заставляет А сколько скажем Соблюсти Имя его Вот так вот Я бы сейчас бы сказал Потому что Отречение Не отречение Это тоже Оно присуще И нашему времени Когда человек Просто говорит Ишо Не хочу с тобой Иметь дело Я пошел И такое тоже бывает Вот Но здесь вот Сохранил Слово И имя То есть имя Это значит Он говорит Ты Сохранил Живые отношения Со мной Понимаете О чем я Ты имеешь Отношения Со мной Я знаю тебя По имени Когда ты приходишь Я слышу тебя Я прихожу Духом Я имею с тобой Общение Вот что у тебя Есть И мне Это так Ценно И слово Ты любишь Слово Ты Изучаешь Слово Ты живешь Словом Ты исполняешь Слово Сохранить Слово Друзья Это не просто Ну Почитал Значит сюда Потом в сердце Сохранил Все На замочек Закрыл И никто не знает Что я верующий И так далее Все Я пошел Слово я храню Оно у меня здесь Где В сердце Бог у тебя где В сердце Когда Когда мне Вот так вот говорят Я уже сразу понимаю С кем я говорю Да У кого Бог В сердце Он таки у нас в сердце Но если человек акцентирует На это внимание Да То мы понимаем Что Это человек Очень далекий Очень далекий От Бога У него такой Бог Знаете Маленький Уютненький Удобненький Вот Он его закрыл На замочек И использует Когда хочет Вышел Боже Мне надо То-то 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 Свечку поставил Закрыл Все Здесь другое Друзья Здесь другое Здесь Первое Ты имеешь со мной Живые отношения Мы встретились С тобой Я тебя привлек Но ты потом Тоже проявляешь Инициативу Ищешь лица моего И мы с тобой Имеем живые отношения Ты переживаешь меня Когда ты приходишь Сюда В собрание Ты переживаешь меня Когда мы поклоняемся Да Когда мы Значит Славим его Когда мы имеем Общение Когда мы Видим Когда какой-то Брат и сестра Говорит А у меня вот это Произошло И мы понимаем Да И оно нас трогает И оно нас восхищает Мы говорим Боже Какой ты Великий Да Какой ты Внимательный Ты исцелил Ты вмешался Ты Допустим Семья там Распадалась Ты ее Сохранил Вот Это чудеса Друзья Такие чудеса Бывают Я вам передать Не могу Вот Я знаю Я видел человека Который с женой Они разошлись Вот и они были Восемь лет Ну как разошлись Они не разошлись Они разбежались И восемь лет Они ненавидели Друг друга А потом Бог Я не знаю Как Бог потом коснулся И они сейчас Так любят друг друга Что я вам передать Не могу Понимаете Чудеса Божьи Божьи чудеса Они бывают На самом деле Даже В таких вот Семейных отношениях Бывают Божьи чудеса Я видел этого человека Жену не видел Правда еще Вот Но человека видел Он свидетельствовал Итак Мы говорим О филадофильской церкви Основным отличием Которое является То что Она не самая сильная Она не самая большая Но она сохранит Слово Божие Она исполняет его И она имеет Живые Отношения С Ешо И Ешо Говорит Держи Что имеешь Дабы кто не восхитил Венца твоего Держи Вот это вот Это богатство Это сила твоя Держи Друзья Это Знаете Это одно из Как бы Моментов Моего послания Сегодня Да То что я принял Да То что я хочу передать вам Насколько важно Для Бога Вот это Он ценит наши дела Он очень ценит наши Я в этом не сомневаюсь Друзья Почему Написано Что перед его лицем Самого Бога Отца Пишется Что Памятная книга Написано Пишется Ты сделал добрые дела Все будут у вас помянуты Судиться люди Будут тоже Тоже будут они по делам Там добрым И недобрым Ну у нас Другие отношения к суду Я сейчас Мы об этом не говорим Написано Что мы Если мы верны То мы на суд не приходим Да Ну Сохраняется Каждое Доброе дело Каждая Слезинка Во имя доброго дела Каждого То что вы там Значит Под проливали Во имя каждого Время тратили Во имя доброго дела Бог Это Очень Ценит Но Так же Делать дела Друзья Делать добрые дела Все таки Согласитесь Легче Да Почему Они могут чешить Наше самолюбие Они могут Позволить другим Сказать О какой ты Любишь ты Добрые дела Брат Хороший брат Да Или хорошая сестра И так далее Да А вот это Сохранить слово В каждой Ситуации Друзья Сохранить слово То есть Применить Божье слово В каждой ситуации Мыслить По Божьему слову Иметь библейское мышление Друзья Чуть попозже Об этом скажу Это Ну я хочу сказать Это очень Не просто важно Это еще Ну не так распространено И вот это вот Оно у меня как у служителя Оно у меня как бы Вот болит у меня За это сердце Когда я с людьми разговариваю Да я понимаю Не библейское мышление Какое-то Какое-то свое Такое Какое-то Писание Вот Вот как Непроверенное Такое вот Человек Вот так вот А иногда даже Не говорит по Писанию Бог это очень ценный Когда мы храним Исполняем его слово И когда мы имеем Живые отношения с ним И ангелу Смирнской церкви Это откровение 2.8.10 Тоже Бог Он Говорит Добрые слова Ничего В укор В укор Он Не ставит Единственное Смотрите Что он говорит Это кстати И у Филадельфийской церкви И Смирнской церкви Вот смотрите И ангелу Смирнской церкви Напиши Так Есть у нас Так говорит Первый и последний Который был мертв И все жив Знаю Дела твои И скорбь И нищету Впрочем Ты богат То есть Ты считаешь себя нищим А ты богат И злословие Тех Которые говорят себе Что они иудеи А они не таковы Но сборище Сатанинское И в Филадельфийской церкви Кстати То же самое Я сделаю Это филадельфийское Что из сатанинского Сборище Которые говорят Что не иудеи Но не суть Таковы А лгут Я сделаю то Что они придут И поклонятся Перед ногами твоими И познают Что я возлюбил Тебя То есть На эти церкви Идет Идет Такой знаете Массив Лжи Да Вот Кто-то говорит А вы не настоящие евреи А это А кстати Вот если мы почитаем Перевод Стерна Да Вот И ангелу Филадельфийской церкви У Стерна Это еврейский перевод Современный еврейский перевод Знаете Перевод Стерна Да Ну Не очень активно Вот друзья Но Желательно его знать И комментарии к нему Потому что много Интересного узнаете А Стерн пишет так И ангелу Филадельфийской Мессианской общины Вот так Вот так говорит Скажи Говорит Есть люди Которые Они считают Что они Самые евреистые евреи Понимаешь Ну на самом деле Это не так Придет время Они еще придут И Поклонятся К ногам твоим придут И они скажут Кто И они сами скажут Кто есть кто Я не развиваю эту тему Но здесь таки есть это Понимаете Вот Чтобы вы знали Что Господь видит И то что На нас идет Скажем таки Нападки О том что Те кто верят В Ешо Как будто бы Они не настоящие Евреи Нет На самом деле Это все не так Итак Ангелу Смирской церкви Напиши Не бойся Ничего Что тебе Надо будет Претерпеть Здесь говорится О том что Это будущее Да Это будущее Это не сегодняшнее Будущее Вот дьявол Будет вергать Из среды вас В темницу Чтобы искусить вас И будете иметь Скорбь Дней 10 Но будь верен До смерти И дам тебе Венец жизни Будь верен Вот То есть То что Вот я хочу Как бы Из нас Сделать Выжимки Вот Из того Что Бог Говорит Этим Двум Мессианским Общинам Я Скажу Своё мнение Я не буду Утверждать Потому что Как только Начнешь Утверждать Господь Сразу Начинает Проверять Я просто Скажу Своё мнение Я не буду Утверждать Но предположу Что мы Очень похожи На эту Общину Аминь Или нет Аминь Да Ну почему Друзья Почему Почему я так Говорю Ну потому что Ну во первых Я служитель Этой общины Я вижу Как бы вот И как бы Ваши сердца Вижу Да Ну как сердца Вижу Стремление Познавать Бога Да Иметь отношение С Ним Служить Ему Большей Большей части Общины Дела Дела Они тоже Тоже Говорят Да То есть это Позволяет мне Как бы Не утверждать Но предположить С большой долей Вероятности Что мы похожи И на филадельфийскую И на смирнскую Общину Ну это Смирнская еще не проверена Потому что Это Это впереди Да Вот Ну на филадельфийскую Давайте мы так скажем В чем-то Мы похожи Да То есть мы Мы имеем Живые отношения Стараемся Хранить Слово Да И стараемся Держать Это И Бог говорит Держите И вообще Будьте верны Будьте верны Понимаете Вот Вот что Особенного Вот в этих Двух церквах Вот я еще Перехожу Еще к одному Посылу Который Я тоже с вами Хочу поделиться Вот Ну кроме того Что на них Как говорится Их обзывают Да Там Лгут на них Вот Вот Смирнская церковь Вернее Филадельфийская церковь Она Прошла Испытание И сохранила Верность Божьему слову Испытание Ну не обязательно Здесь понимать Испытание Что Это вот именно Нашло Здесь Бог Еще он не говорит Что они там Претерпели Испытание Друзья Жить в этом мире Ну согласитесь Это испытание Вообще-то То есть жить в этом мире Знаете Значит Пачкаться об этом мир И сохранить тем не менее Внутреннюю чистоту Да И святость Друзья Ну это реально Это испытание Которое с каждым днем Оно все труднее И труднее Потому что Мир он старается Залазить тебе вовнутрь Хочешь ты или не хочешь Он старается Эти картинки Все тебе вовнутрь Ты смотришь В интернет Я смотрю Новостные сайты Я прошу прощения Там такое непотребство Всплывая Я их сразу удаляю Эти сайты Понимаете Чтобы даже не пачкаться Они Вот Новости кажется Он просто Он просто старается Залезть в душу И для нас Это испытание Так вот Филадельфийская Она сохранила верность И Божьему слову И имени его И Ешуа ей сказал Держи Держи Что имеешь Вот И А В Смирской церкви Очевидно есть то же самое Он не говорит об этом Но очевидно есть то же самое Но он предупреждает Что впереди Тебя ждут Такие серьезные испытания Поэтому Будь Будь верна Ну то есть Их объединяет Вот эта вот Верность Да Вот одно слово Давайте мы так вот скажем И там Люди сохранили Верность Да Верность слову Верность общению А вторая Она У нее достаточно силы Чтобы Бог сказал Будь верным То есть Ешуа Он как бы говорит Я верю Что ты пройдешь Она говорит Десять дней Да это будет очень Очень серьезно Десять дней Вас там в тюрьмы будут Бросать и так далее Вот Но Будьте верны Будьте верны Не бойтесь Я буду Не бойтесь Я буду с вами И так Объединяет Верность Если я спрошу Вот там любое общение Я спрошу Вот каждого из нас Ты брат и сестра верны Или нет Я уверен Что каждый Так вот в себя заглянет Скажет Конечно Конечно я верный Я же хороший Вот Почему Потому что друзья Мы оцениваем тебя Себя Как бы Как правило По-человечески Так Ну я же здесь Веское основание Сказать Я верный Вот Ну вообще В мире Достаточно Двух вещей Двух вещей Первое Ума Потому что Никто не скажет Я дурак Правильно Или не скажет Я не умный Ума До утра У всех Вот Значит Ну и второе Я так предполагаю Что верности Потому что мало кто Ну Некоторые могут сказать Конечно Ну да Ну да Я неверный Да Я встречал Но Большинство Скажет Я верный Друзья Самое что удивительно Во многом оно так и есть Не думайте Что там Хочу вас здесь Прямо таки обличить Там И так далее Вы знаете себя Вы имеете отношение с Богом Пусть Господь с вами разговаривает Я не об этом Я просто Как бы Пытаюсь Как вам сказать Чтобы мы имели Некий инструмент Оценить себя Понимаете Вот я о чем Чтобы оценить Себя Относительно Верности Вот Потому что Если бы Ну верности хватало Да То есть Ну все было бы Классно с этим То Ешо бы Вот В филадофильской церкви Он не сказал бы Что Ты знаешь Вот я оценю верность Да То есть Это как драгоценность Получается Для нашего времени Это как драгоценность То есть это Ну достаточно Нераспространенная вещь Дел До утра Все делают Что-то делают Хорошо Но Та верность Которую Которую Ешо предполагает Она все-таки Имеет Относительную Нераспространенность Понимаете О чем я говорю Да Да верны Но А давайте посмотрим Ну типа того что Да Вот о чем я хочу сказать И Если бы Это было все хорошо То Ешо Он бы с такой печалью Лука 18.8 Он бы не сказал бы Но сын человеческий Придя Найдет ли веру Верность Ну веру Там Когда смотришь слово Там понятно Верность Но сын человеческий Найдет ли Он говорит Ну друзья Это все-таки Давайте Мы Порассуждайте Над этим Что это Что это такое Вот Смотрите На иврите Слово Верность Это Эмуна Эмуна Обозначает Надежность Непоколебимость Стойкость Честность Правдивость Происходит От эмун В основе Которого Слово Лежит Истина Давайте Так Чтобы Там Слово Много Два слова Запомним Истина И надежность Да То есть Верность Это истина И надежность На греческом Это слово Пистос Тоже Надежность И истинность То есть Как бы И греческий И иврит Они говорят о том Что верность Это Я бы Вот так Как бы Так вот Для себя Я не сверялся Со словарями Но для себя Я так написал Верность Верующего Человека Непоколебимая И неизменная Стойкость В истине Не то Что мы Себе Думаем О себе А то Как мы Стоим А стоим Это значит Как мы знаем Как мы Понимаем То есть Как мы знаем Как оно звучит Как мы понимаем Что на самом деле Требует Господь И как мы Исполняем И в этом Стойкость В каждой ситуации Какая бы ситуация Не была Человек Вот Он Стоит В истине Вот так Я для себя Определяю Как бы Верность Это то О чем Ешоа Говорит В филадельфийской Церкви Да О том Что я знаю Ты сохранил Верность Слову Верность Слову То есть В любой ситуации В любой ситуации Ты сохранил Верность Слову Знаете Кажется Что верность Это как бы Мое собственное решение Ну вот Я понимаю Сегодня Я не верен Ну и утром Встал Послушал Проповедь Сергея Стоценко Попил кофе Подумал Ну да Наверное В этом я не верен А приму Кое решение Быть верным Хорошо Правильно Друзья Любая верность Она начинается С решения Но весь вопрос Достаточно ли Этого решения Чтобы быть верным В любой ситуации В том Что ты принял Ну я считаю Я например даю ответ Нашего решения Недостаточно Наше решение Оно должно Основываться На неком Твердом Бескомпромиссном Святом Чистом Основании И это основание Давайте мы вместе Сформулируем Друзья Правильный ответ Еще Сто процентов Вы же знаете Да Сто процентов Это я без этого Я просто уже подсказываю Потому что Люди боятся Думают Вдруг я скажу Что-то не то Нет друзья На самом деле Правильно Значит Основа Основа Нашей верности Не просто Принятые решения Потому что Мы можем Принять решение Здесь В сердце Какое-то время Следовать ему Но если нет Твердого основания Значит Это просто Твое решение Не грешить В какой-то Сфере Своей жизни Или в каком-то Аспекте Своей жизни А потом Раз Этот грех Опять Приходит Приходит И человек Как бы Ну Падает Падает В этом грех Но если Человек Будет находиться На твердом основании Который Правильно Есть Первое Ешо И второе Какое еще Твердое основание Для нашей жизни Ну ну Слово Божье Правильно Друзья Слово Божье Друзья Нету других оснований Для нас Чем Сам Ешо И Слово Божье Понимаете Ешо Вернее так Слово Божье Оно дает нам Понимание Но отношение С Ешо Оно дает нам Что? Силу Понимаете И одно Без другого Оно не получается Не получается Одно без другого Вот То есть Если ты знаешь Я знаю людей Например Которые Библию читали Побольше вашего Но они абсолютно Не живут по Библии Просто читают Интересно Им прикольно Как бы Говорить Библейскими словами Вот Бесы знают Писание И трепещут Ну вообще Не исполняют Ну за тысячи лет Они уже изучили Его Понимаете? Вот Вот оно Твердое Основание Нашей Верности Поэтому Вот к чему Нам надо Стремиться К чему К чему Призывает Не то что призывает О чем говорит Ешо В послании Верность Верность Это Крепкое Он призывает Нас к этому Писание призывает Вот смотрите Писание призывает Нам быть верными Потому что Он Господь наш Верен нам В своих обещаниях Павел Напоминает нам Что даже Когда мы Сами не верны Бог Прибывает Верен Ибо себя Отреться Не может Иоанн Объявляет Что Ешо Свидетель Верной Истины Это здесь В откровении Говорится Понимаете? Призыв Обычно Как говорят О верности Говорят Призыв Понимаете? Вот я Сколько Объясняю Как оно Выглядит И призыв Быть верным Я немножко Хочу В основание Заглянуть Друзья В основание Потому что Мы можем Делать дела Верности Но на самом деле У нас не будет Вот этого Крепкого основания В каждой ситуации Проходить И в том числе Неблагоприятной В том числе Когда твоей жизни Что-то угрожает Когда твоему Служению Когда твоей работе Что-то угрожает И так далее И когда тебя Призывают К каким-то компромиссам Понимаете? Вот И ты понимаешь Что твоя жизнь Она зависит Ты войдешь В этот компромисс Или не войдешь В этот компромисс Вот Вот это вот Основание Оно позволяет нам Пройти И сохранить Ту верность Которую Ешо Которую Ешо Ожидает Ожидает от нас Поэтому Друзья Поэтому Смотрите Что нам Писание Говорит Вот Исайя 12 Я просто Выжимки Говорю Господь Сила моя Поэтому Что я буду делать? Искать его Псалом Это Давид 117 14 Господь И сила моя И песня Песнь моя То есть То что он говорит Давид говорит Это для меня Как песня В одном Другом месте Тоже В 118 Он говорит Уставы твои Они как песни Ну в местах Странствования Моего Знаете Вот меня Так трогает Вот этот 118 Псалом Потому что Давид Он Вот именно Он поет Заповедям Он поет Песню Он говорит Это как песня Вы напрягаетесь Он говорит А я Я наслаждаюсь Как песнями Заповедям Потому что Они верны Они делают Меня умнее Там Людей пожилых Учителей И так далее Я принимаю Верные решения Почему? Да потому что Они свет стезе Моей Вот И его душа Она стремится К слову Его Вот То есть Писание Оно призывает Призывает Нас Вот смотрите 1 Парапоминон 16 11 В защите Господа И силы Его Ищите Непрестанно Лица твоему Псалом 26 Сердце мое Говорит о Тебя Ищите Лица моего Я буду искать Лица твоего Господи Почему мы должны Это делать? Друзья Мы созданы На этом Бог создал Чтобы мы Искали его Чтобы мы Встретились с ним Имели встречу Чтобы мы Понимали Кто он Какой он Какой у него Характер Что он любит И как нам Жить вместе с ним Вот в этом Сложном Таком Непростом мире Особенно в такое Время Которое мы называем Последним Вот смотрите Деяние 17-26 Я часто вам говорю Ну пусть это будет Вас не напряжет От одной крови Он произвел Весь род человеческий Сокращаю Дабы они Искали Кого? Бога Не щучат ли И не найдут ли Хотя они далеко От каждого из нас Ибо мы им Живем И движемся И существуем Нам надо Искать Господа Ну понятно Знаете Не хочется Говорить банальности Но тем не менее Как говорится Ну имеется ввиду Такие Небанальные Банальности Это Это жизнь И не все Соблюдают Эти жизненные Как бы Установки Верующего человека Про молитву В тайной комнате Про личное Изучение Писаний Не здесь Я вам Своё понимание Говорю Это не Бог Ну вернее так Бог через меня Он что-то говорит Но это не все Что для вам Что вам надо Для вас Он приготовил Еще больше Понимаете О чем я говорю Что если вы пройдете По тем местам О которым я написал О которых я говорил Вы поймете Больше для себя Вы примете Больше Он хочет с вами Говорить лично Я просто как бы Ну Вдохновляю Да Я просто обращаю Внимание На какие-то На какие-то вещи Вот Важно Иметь молитву Важно Лично Изучать Сейчас понимаете Друзья Сейчас Какое-то Тиктоковое Или клиповое Мышление Люди И не только Молодежь И Достаточно Взрослые люди Они не могут Мыслить Быть усидчивыми Да Вот И читать Какие-то тексты Ну Достаточно Такие Особенно Умные Тексты Которые В Библии Особенно Например Послание К римлянам Галатам Где Павел Рассуждает На такие Сложные Теологические Вещи Клип Клип Сергей Выйди И скажи Что ты хочешь Ты же мог бы Сказать Вот это Вместо Вот этих 50 минут Мог бы Клип нам Сделать Условно говоря Динь Динь Там Это Все Сказал И все И мы пошли И занимаемся Своими делами Но мы же Как служители Не хотим Этого Друзья Мы хотим Чтобы Вы были Успешны Понимаете В каждой ситуации Были успешны В отношениях С Господом В отношениях Здесь в общине В семье На работе В служении Тут В каждой ситуации На учебе Чтобы вы Имели Имея библейское мышление Чтобы Ну не только вы Мы Все Мы же для себя Тоже этого хотим Чтобы мы имели Не клиповое Чтобы мы имели Библейское мышление Друзья И нам надо с этим Что-то делать Как-то Ну Проявлять усилие Вот так вот скажем Платить цену Многие платят цену Там для того Чтобы добиться успеха Там на работе Допустим Там где-то еще Там в программировании Где-то На работе Там В вождении машины Ну имеется в виду Там изучить новые Там какие-то виды Там программ Просто у меня У меня родственники Знакомых Очень много программистов Я просто реально понимаю Там много сил надо Тратить На то чтобы Ну такие же усилия Друзья Нам нужно И в отношении С Господом Почему? Потому что Ты можешь стать Успешным программистом Но пролететь Где-то в каком-то Какой-то жизненной ситуации Принять неверное Неправильное решение И очень сильно Из-за этого пострадать Ну не хотелось бы Понятно? Когда люди попадают В эти ситуации Ну мне бы Очень бы Этого не хотелось Поэтому Продолжим Тайная комната Изучение слова Значит Участие в общении На молитвенных На молитвенных собраниях Когда мы вместе Далеко не все ходят Друзья В основном Ходит группа Такая стабильная А многие люди Как-то это пропускают Учание в общении С другими верующими Вот будет Женское служение Это тоже Участие В общении Где мы Как бы Тремся Своей верой Своим мышлением Мы тремся Друг от друга И мы Приобретаем Что-то Приобретаем Когда мы Слушаем проповеди Притом Не просто Раз в неделю Готовишь Поставила проповедь Прослушала Хорошего Какого-то Проверенного Служителя Но самое главное Каждую жизненную Ситуацию Мы проживаем С кем? С Ешо Мы проходим С Ешо Мы просим его помощи Просим Чтобы он вошел Друзья Я столько видел чудес Когда ты вообще Не понимаешь Как поступать Но когда молишься И вдруг Начинают проступать Контуры чего-то Молишься дальше Предпринимаешь Какие-то действия И что-то Дальше начинает Проступать Да Давайте Помогите мне Пожалуйста Я уже буду Завершать Друзья Многие Один из моментов Тоже моего послания Да Вот сейчас Многие верующие Ну первое Долговерующие Я имею ввиду Вот с кем я сталкиваюсь Не Сейчас еще немножко Будем болеться Они не соблюдают Слово Не соблюдают Слово Знают Ну не соблюдают Не соблюдают В отношениях с Богом В отношениях друг с другом В семье Между мужем и женой Просто не соблюдают Я удивляюсь Почему Бог требует Чтобы были Наши отношения Строились на определенных принципах Ну не соблюдают Вот На днях Друг нашей общины Глубокий знаток Писания Роджер Финч Знаете, да? Вот Несколько дней Учил феминистскую общину И знаете на какую тему? Авторитет Писания И мне Пастор Александр говорит Роджер говорит У верующих Нет авторитета Писания Друзья Нет авторитета Писания Я скажу вам Что следует за этим Нет успеха в жизни Потому что Его Слово Это что? Это Свет стезе Потому что Когда мы Знаем Применяем Его Слово Это свет стезе Понимаете? То есть мы знаем Куда мы идем Мы знаем Что делать И мы знаем Чего мы Мы знаем Чего мы достигнем Я хочу сказать Друзья На самом деле Я хочу сказать Что Вот В нашей общине Много людей Которых Которых есть Они верны Вот я вот Как человек могу Оценить Мне очень нравится Община Я многим Всегда говорю Спасибо Вы знаете Да Мне действительно Я люблю Говорить людям Спасибо Потому что Они волонтерят Они Они служат Понимаете? И я обычно Говорю всем А сегодня Знаете Я хочу сказать Вот Нашей молодежи Вот Спасибо Спасибо Это Это поющее Играющее Конечно Да Это так Но есть люди Которых Так вроде бы Не видно Вот там Ребята сидят Вот Кто-то Делает свет Кто-то Кто-то Пускает Слова Писания Да Вот То есть Вот это все Оно благодаря Нашей молодежи Они классные Они классные Друзья Вот я очень благодарен За каждого Я вижу каждого Понимаете? Вот Даже вот когда Вот я был Там за границей Да Вот И я не видел Например Артура не видел Вот я Маргарету не видел Да Вот Но я знаю Они есть Они ходят Они делают Маргарета снимает Артур там тоже Что-то делает И там его товарищи Я чувствовал их Понимаете? Даша Вот Знаете Они классные Друзья Вот Они недавно Рассказали У нас было Ну Этот Это пару Пару Этих Молодежек Назад Они говорят У нас было Такое присутствие Божье Да? Такое присутствие Мы не могли разойтись Мы до ночи Мы короче говоря Общались Мы прославляли Да? Мы общались Вот мы переживали Бога в своей жизни Это важно Это важно Это радует нас У служителей Старшего возраста Которые понимают Как это важно Вот для того Чтобы люди были верны Да? Чтобы Ешо Когда он придет Он Каждому скажет Друзья И тому Кто постарше И молодому Вот Он скажет Добрый Верный Рад Да? Пойди в радость Господина Свою Такое счастье Знаете Когда молодежь Она Растет В духе Вот этого Божьего присутствия Отношения с Богом Я благодарен Служителям Молодежным Да? Что вы ведете Нашу молодежь Этим путем Этим путем Богопознания Богопереживания Отношения Отношения Личных отношений С Богом Не просто о нем Но его Помните Закхеев Это один из моих Любимых героев Как-то я О нем Наверное И проповедь Сделал Если Спас подвину Ешо идет Свой последний путь Проходит Через Иерихон Это маленький Налоговый инспектор Вот такой Кнопа Да? И он бегает Там Он хочет Он хочет Увидеть Ешо И знаете Что он хотел Увидеть Кто? Никакой Он Никак он Одет Как он Выглядит Он хотел Понять Ну кто Он Вот Вот Это Это важно И вот Это Есть У нас Дух Богоискания Богоприближения Я очень Ценю За это Вот почему Я говорю Что у меня Есть Основания Говорить Ну мы В чем-то Похожи Аминь Давайте Помолимся Поблагодарим Бога Дорогой Наш Небесный Отец Благодарим Тебя За все Доброе Что у нас Есть В общине В наших Жизнях За то Что ты Помогаешь Нам Делать Дела Верности Боим Сыновьям Дочерям Что мы Имеем Отношение С тобой Боже И у нас Есть Служители И у нас Есть Люди Разных Возрастов Которые Следуют За тобой И идут И хотят Познавать Тебя И хотят Быть верными На своем Пути Боже Если есть Какая-то Неверность Ну И у нас В общине И в нашей Жизни Если мы Где-то Пренебрегаем Твоим Словом Здесь я говорю За каждого Из нас Прости нас Побил Обличи Нас И Боже Поставь нас На путь Верный Чтобы мы Исполняли Тебя И Твую Волю И радовали Твое Сердце Духом Святым Боже Помоги Нам Видеть Уловки Врага Когда Он Полкает Нас На Компромисс С Этим Миром Боже Когда Дела Этого Мира Неизвестны Плоти Пухотячей И гордость Житей Помоги Нам Противостоять Этому Боже И Привлекай Наши Сердца Любить Твое Слово Пребывать В нем Хранить Его В наших Сердцах Дабы Нам Боже Помоги Нам Созидать Живые Отношения С Тобой И Шо Чтобы мы Знали Тебя Любили Тебя Боже Всем сердцем Всей душой Всей крепостью И Всем Разумением Аминь Давайте Воздадим Богу Слава